В сегодняшний доклад, посвященный сознанию, я хотел бы остановиться на некоторых новых проблемах, которые у нас образовались при обсуждении философии сознания. И эти проблемы выводят нас на некоторые новые рубежи в понимании сознания. Давайте я написал некий вброс темы, потому что, собственно, как самовлировать саму тему, не очень ясно. Предварительно эта тема звучит в том отношении, что наше предположение о том, что сознание есть нечто пространственное, точнее, сознание представляет собой нечто, идентичное пространству, поскольку сознание есть нечто внутри себя различенное, представляет некое развернутое, некое актуальное сущее по типу пространства. И вот с этой гипотезой сознания как пространство мы сейчас пытаемся исследовать все вопросы, с этим связанные. Это вопрос, что такое восприятие, что такое мышление, что такое субъект, что такое яд. Ну, давайте, собственно, я тогда сформулирую, прежде всего, проблему. Мы работаем, опять же, сейчас говорим, породить для того, что в сознании есть нечто своего рода пространственное. Вот проблемы. Дело в том, что у нас образовалось ряд проблем, связанных с тем, что, предположив, что в сознании есть некое пространство, нужно было в итоге отличить его от того пространства, которое мы видим восприятие. И возникали такие иллюзии, то ли, собственно, пространство, которое нам дано, перед нами, которое мы созерцаем восприятие, является ли оно, собственно, само сознанием. И вот здесь, здесь вот возникали две возможности. Либо мы считаем первое, первая проблема, связанная с тем, как понимать пространство. Пространственность. Как понимать? Понимать пространственность. И она первая связана с тем, что можно считать, что сознание и пространство, то, которое мы видим, пространство, видимое, да? И есть, собственно, пространство сознания. Ну, это такое элементарное предположение, оно сразу приходит на ум, когда мы заговариваем о том, что сознание есть пространство, и поэтому его надо необходимо обсудить. В чем состоит, возникает здесь проблема, если мы отождествляем видимое пространство, то есть пространство, данное восприятие или созерцание, от пространства сознания. Дело в том, что если все пространство, видимое, все воспринимаемое, и пространство сознания – это одно и то же пространство, тогда непонятно, откуда возникает содержание. Откуда содержание? Ведь в самом деле, если все сразу осознанно, если полностью сознание и воспринимаемое – это одно и то же, иначе говоря, если вне сознания ничего нет, то получается, что содержание неоткуда деваться. Вот этот тезис «вне сознания ничего нет» – это тезис классической философии, это стандартное, что вне сознания ничего нет, но тезис классической философии, конечно, с корректировкой Гегелем-Кантовской философии, потому что в Кантовской философии как раз вне сознания, вне человеческих познавательных способностей существует мир сам по себе. И этот подход, собственно, Фихта и Гегеля корректируют тем способом, что говорят, что вне сознания ничего нет, что все, что есть, есть сознание. И вот если мы исходим из этой, пока мы не обсуждаем, в дальнейшем обсудим, в чем состоит смысл этого тезиса, но если все видимое пространство является пространством сознания, и вне сознания ничего нет, то откуда берется содержание? С содержанием неоткуда вступить. И тем не менее мы понимаем различие между тем, что дано нам в сознании, не между тем, что мы сознаем, и между тем, что, собственно, представляет собой само содержание мира. Разница между данностью, надо так говорить, и содержанием самого сознания. Дело в том, что вот эта вот разница между, или лучше говорить, различие, да, различие между данностью и содержанием самого сознания не так просто сформулировать, как хотелось бы. Дело в том, что если мы это формулируем, например, классической философии, то у нас вот возникает кантовская философия, да, если разница между данностью и содержанием сознания имеет форму двоицы, да, вот если мы говорим о том, что есть мир сознаваемый, да, и есть мир сам по себе, вот есть как бы вот сфера самого по себе, сам по себе, а есть сфера сознания. Если мы говорим о том, что все, что нам дано, все, что нам доступно, это занимает сферу сознания, но тем не менее эта сфера сознания каким-то образом наложена на мир сам по себе, да, то получается, что неоткуда взяться содержание. Это неоткуда взяться содержание, кроме того, как предположив, что существуют вещи сами по себе. Вот это вот предположение, которое делает Канда, оно необходимо, потому что для того, чтобы объяснить, откуда берется в нашем сознании содержание, ведь откуда берется содержание, в чем тут смысл вопроса? Мы не творим содержание, мы, то есть наше сознание, мы не творим содержание. Содержание. Вот здесь существует следующая проблема. Если бы мы были бы не просто сознанием, а творящими сознаниями, то такой проблемы не было. Мы бы, на самом деле, все, что находится в нашем сознании, было бы сотворено нами, сконструировано нами, и мы могли бы довольствоваться такой схемой. Собственно, эта схема, взятая с позиции абсолютного субъекта, так и работает. То есть абсолютный субъект, мы просто содержание творит, и поэтому вне абсолютного субъекта ничего нет. И поэтому, когда мы пишем здесь вне сознания, если мы вместо сознания ставим вне сознания абсолютного субъекта, то все рассуждение перестает быть проблематичным. Оно проблематичным становится, когда вместо абсолютного субъекта мы рассматриваем субъекта конечного, то есть человеческого субъекта. Если мы рассматриваем человеческий субъект, человеческое сознание, то да-да, а человеческое сознание оно не творит, оно является изначально сознанием воспринимающим. И поэтому, если мы все-таки утверждаем, что в сознании ничего нет, то тогда возникает проблема того, откуда берутся содержания. Вот у Канта эта проблема решается тем способом, что возникают объекты сами по себе, как это Канта. И, собственно, его философия тем, как бы вроде бы решает проблему, но самовведение из ничего-то самого по себе, оно проблематично, оно чревато всякого рода логическими проблемами. Но мы сейчас эту проблему осуждать не будем, в общем, недаром классическая философия в лице, сначала Фикса, не очень последовательно, а потом Гегеля, все-таки предположение, что человек себя отбросил. Потому что вводить нечто, собственно, такое, к чему мы не имеем никакого доступа, просто нельзя. Нельзя вводить нечто, к чему доступа нет. И поэтому дальнейшее наше изложение будет рассмотрено с позиции того, как вот этот двойственник, это как вот надо будет побороться с двойцами. Мы будем бороться, бороться вот с двойственностью, которая здесь выражена. На самом деле эта двойственность, она постоянно возникает в классической философии. Постоянно в классической философии возникает различие между тем, что дано, между тем, что есть, и между тем, что дано. Собственно, вот все движение гегельской философии, да, если взять вот эту феноменологию духа, она, собственно, и задумана как некое исследование, в котором сознание движется от неких низших, если так можно говорить, с уровня к высшему уровню, к абсолютному знанию, и проходит все формы. И вот это прохождение всех форм, оно связано именно с тем, что вот есть постоянное различие между тем, что есть, и между тем, что сознание знает, да, между тем, что сознание полагает как свой предмет, и между тем, что сознание рассматривает как свое знание, да, то есть разница между знанием и предметом. И, собственно, как бы вот в абсолютном знании это различие стирается и достигается некий абсолютный уже конечный результат. И поэтому в философии Гегеля, несмотря на то, что отбрасывается представление о вещах самих по себе, о мире самом по себе, тем не менее это двоица присутствует Но вот мы сейчас будем рассматривать такую позицию, в которой с этой двоицей мы будем бороться Мы будем рассматривать эту двоицу как некий недостаток философии Итак, вначале у нас было, как понимать, пространство Бил первый вопрос И мы предположили, что его можно понимать как пространство восприятия, когда возникает проблема, связанная на том, откуда содержание Мы сейчас обсудили вопрос, собственно, мы к нему еще вернемся Вторая возможность, как понимать пространство, связанная с тем, что можно различить пространство восприятия и пространство сознания Мы сразу вводим, тем самым, что мы это различаем, некую двоицу И вроде бы, казалось бы, тем самым попадаем в ловушку, которая попадает в философию Канта Как будто бы нам придется предположить, что есть некое пространство Есть некое пространство Пространство восприятия Которое вроде существует вне пространства сознания То есть, мы опять предполагаем, не будет двоицу Вот это пространство сознания Даже если мы говорим о том, что одно наложено на другое, да, вот два пространства То, тем не менее, опять возникает двойственность, да? А в этой двойственности в чем состоит основная проблема? Каким образом дано потустороннее пространство сознания? Пространство сознания это то, что нам дано феноменологически Дано феноменологически Почему? Потому что оно ближайшее Мы, собственно, как бы через пространство сознания То есть, через то, что мы называем сознанием Как бы устремляемся к данности Поэтому феноменологически, наверное, первичным именно пространство сознания Но если оно первичное и оно отличается от пространства восприятия То каким образом дано вот это? Как мы удостоверяемся, что оно другое? Так Ведь на самом деле, вот это вот Чтобы провести это различие, нужно указать некий способ Способ доступа Много раз я постоянно говорю о способах доступа И это на самом деле не случайная вещь, да? Как бы это очень важная вещь Дело в том, что Дело в том, что Все, что нам дано, оно дано в некой первичности И сознание, и мышление Есть нечто вторичное, что на эту первичность опирается Вот как рассуждал империзм, да? Что все, что есть в мышлении и в сознании Все дано из опыта Нельзя сказать на самом деле, что в мышлении нет ничего своего Нельзя сказать, что мышление не работает так же с самим собой Или там сознание Нельзя сказать, что сознание полностью берется в свое содержание из опыта Но то содержание, которое мы связываем с реальностью, оно взято из опыта И поэтому, когда мы говорим о пространстве восприятия То мы имеем в виду именно вот этот аспект Мы имеем в виду о том, что Когда мы Что все, что мы связываем с реальностью Все, что мы связываем с данностью Оно находится где-то в пространстве восприятия Вот здесь находится данность И поскольку сознание Еще раз говорю, мир не творит Поскольку оно является некой воспринимающей Способностью Оно должно брать свое содержание Из данности И тот способ, каким оно должно брать Свое содержание из данности Вы должны указать явно Для этого надо указать Вот это различие И его удержать Каким его можно способом Только тем способом, что просто укажем Причем это различие стоит по смыслу Либо мы должны указать способ доступа, каким образом мы можем в каком-то внутреннем опыте различить их. Допустим, некоторые вещи можно различить с помощью смыслов, а некоторые вещи можно различить с помощью опыта. Ну, для того, чтобы подойти к этому поближе, давайте рассмотрим еще одну проблему, связанную с сознанием. И эта проблема будет связана с тем, что сознание, понимаемое как пространство, сразу рассматривается как нечто пассивное. Но что такое пространство? Пространство – это некое вместилище. Как бы мы ни понимали пространственность, пространство всегда рассматривается как некая вместимость. Если мы сознание понимаем как пространственность, тогда возникает некая пассивность сознания. Но мы знаем, что сознание также активно. И вот эта активность сознания становится проблемой в парадигме понимания сознания как пространства. И вообще сейчас все рассмотрение происходит вот в этой парадигме, что мы понимаем сознание как нечто пространственное. Откуда вообще взялось понимание активности сознания? Оно связано с кантовской философией. Субъект объектом различий. Канта рассматривает отношения. Следующий образом, что субъект направляет свои познавательные способности на объект. Финоменологи это называются интенсией. И мы сами тоже рисовали такую схему. Субъект направляет свою активность на объект. Ну, Канта это понимал тем способом, что именно объекты должны сообразовываться с возможностями познающего. То есть познающий набрасывает некие формы на мир. И рассматривает мир и видит его через собственное опосредование своими познавательными способностями. То есть между субъектами и объектами возникает некая опосредующая форма, которая является явлением того, что мы видим. А сам объект уходит и становится вещью в себе. Точнее здесь, в принципе, объект расслаивается на двойственность, которую мы обсуждали до этого. На двойственность, связанную с тем, что есть нечто, что взято со стороны субъекта, со стороны сознания, и нечто взятое со стороны потустороннего этого сознания. То, что находится вне сознания. Но поскольку то, что находится вне сознания, нам недоступно, в сознании есть все, что нам доступно, то объект становится чем-то потусторонним, чем-то непознаваемым. И вот мы всегда рассуждали по позиции такой активности, и поэтому, когда мы говорим о пассивности сознания, возникает некий диссонанс с классической философией. И поэтому надо этот вопрос обсуждать. Это вот вторая проблема. связанная с тем, как мы понимаем сознание. Ну и есть еще третья проблема. Третья проблема связана с тем, как сознание дано. Доступ к сознанию. О чем идет речь? Мы говорим о том, что всякая реальность нам дана некоторым способом. Мы к этой данности имеем какой-то доступ. Если мы говорим о том, что сознание есть некая реальность, да, реальность, то мы должны знать, каким способом мы имеем к нему доступ. Мы не можем иметь доступ к сознанию ни через восприятие, не через мышление. Ну а других способов, которые можно было предположить, иметь доступ к сознанию просто нет. Ну, я не знаю, там можно написать не через воображение. Просто это ничего нам не даст. Почему? Дело в том, что восприятие является чем-то первичным, да, но в восприятии уже присутствует сознание. И, собственно, мы не воспринимаем сознание как нечто, вот прямо перед нами находящееся, как некий объект или как некий предмет. Потому что я уже говорил о том, что сознание не является способностью. Сознание является некой деятельностью, да, которая не имеет, собственно, предмета. Сознание всегда есть некая чистая деятельность. И как удерживается сознание, как мы о нем знаем, это на самом деле есть вот этот вопрос, да, надо понять это. Есть предположение о том, что предметом сознания является, собственно, некое пространство самого сознания. Но для того, чтобы это пространство сознания ввести, да, Надо, собственно, сначала его различить с тем пространством, которое мы видим, восприятие. А мышление и воображение являются вторичными способностями. Они даны после всякой данности. Мышление рассматривает эту данность с позиции смысла. Потому что предмет мышления всегда смысл и мысль. А воображение с позиции образа. Эти способы отношения к данности не могут сами быть способом данности, данности сознания. Они могут быть способом данности своего содержания, но не могут быть способом данности сознания. Поэтому не через восприятие, не через мышление и не через воображение доступ к сознанию нет. И к этому остается единственный способ, которого сознание можно достигнуть, это только с помощью самого сознания. То есть в некотором смысле доступ к сознанию только через сознание. То есть сознание имеет доступ к самому себе только через самого себя. И вот здесь сразу возникает проблема. Каким образом сознание имеет доступ к самому себе. Мы это тоже будем обсуждать. Вот у нас, кстати, с этой проблемой связана еще одна проблема, которая сразу встает, если мы понимаем, что доступ к сознанию представляется чем-то проблематичным. Дело в том, что если мы различаем пространство восприятия и пространство сознания, то возникает проблема, кому дано восприятие. Можно было бы сказать, вот мы тогда обсуждали на предыдущем семинаре, посвященном, на предыдущем докладе, посвященном сознанию, я говорил о том, что возникает некая бессубъектная антология. Она тогда была только введена в виде некой гипотезы, в виде некого видения будущего рассмотрения. И в этой бессубъектной антологии можно было бы говорить о том, что восприятие дано сознанию. Если мы различаем данность восприятия и данность сознания, то возникает как бы странность. А кому дано восприятие? Как вообще восприятие есть с одной стороны в сознании, а с другой стороны как вроде отличающееся от сознания? Как вообще можно понимать отличие восприятия от сознания? Вот эти три проблемы, они на самом деле очень сильно взаимосвязаны, поэтому я все больше убеждаюсь, что невозможно как бы убрать одну проблему, освещать ее, не затрагивая все другие. Поэтому я ввел сразу все проблемы. Собственно, сейчас как бы вот мы перейдем к обсуждению этих проблем с разных позиций. Даже я бы сказал, со всех позиций, которые у нас есть. Мы одновременно будем, ведем некую гипотезу, и вот эта гипотеза позволит нам сразу все эти три проблемы разрешить. Разрешить. Разрешить в нужном нам направлении. С одной стороны, мы добьемся различия пространства восприятия, то есть реального пространства, которое мы видим перед собой. То есть лучше сказать, не реального, а того пространства, которое мы видим перед собой, и пространства осознания. Я введу некое различие, и оно будет понятно из этого различия, что они различаются. Но их различие будет таким, что на самом деле не получится так, что нам будет необходимость вводить нечто, в виде вещей в себе. Да, вот этой двойственности мы все-таки избежим. Это двойственность, которая присутствует в классической философии, которая, собственно, составляет ее проблему. И будет понятно, как соотносится пассивное сознание и его активность. Ну давайте как бы перейдем к обсуждению новой гипотезы, да, в чем состоит, собственно, гипотеза. Гипотеза, она рождается из того, как мы понимали в свое время понимание. Когда мы обсуждали понимание, мы говорили о том, что понимание, что такое понимание, это вот есть переведение некого требуемого того, что требует понимание, нечто, что понятно, да, понятно. И вот это вот то, что понятно, мы рассматривали как некую схему, да. А теперь мы подошли к выяснению того, как вопрос, связанный с пониманием, относится к сознанию. Действительно, в чем состоит гипотеза? Дело в том, что пространство, которое мы видим, оно является расслойным. Вот недаром темой сегодняшнего семинара является расслойное пространство. То есть пространство является как бы пространство одно, наложенное на другое. Мы должны всегда исходить из неких феноменологических позиций. Феноменологические позиции – это позиции, когда мы рассуждаем изнутри. Вот мы изнутри, да, нашего опыта рассуждаем о том, как этот опыт дан нам в своей развернутости. И что мы видим? Мы видим две вещи. Вот есть некое, назовем его пространство точек. Да, сейчас я делаю гипотезу, да, потом мы ее будем рассуждать. Пространство точек. Пространство точек. Вот это и есть пространство восприятия. Восприятие. На это пространство восприятия, вот мы ее обозначим так, пространство точек, оно такое, оно всюду плотное такое, потому что между точками нету никаких расстояний. На это пространство я сейчас как бы делаю расслоение, да, вот я как бы делаю такое вот расслоение некое, да. Наложено еще одно пространство. Пространство различий. Что это за пространство различий? Это пространство различий или отношений? Дело в том, что и это пространство, и это пространство, или это пространство различий, только вот это пространство различий имеет бесконечное количество различий, потому что точек, вы сами сами понимаете, все-таки точек существует бесконечное количество, да, оно всюду плотное. А пространство различий и пространственные отношения имеют конечные. То есть оно сводит все пространство точки к неким конечным отношениям. Конечное отношение. И поэтому, как я раньше рисовал, помните, схему рисовал. Вот там вот у нас есть некая структура. Это пространство является схемой, как мы раньше говорили, пониманием схемы. Что такое схема? Я говорил о том, что схема не является ни истинной, ни ложной. Схема только транслирует различие. Транслирует различие. И здесь надо обратиться к тому, что мы можем назвать теорией информации или теорией передачи сигналов. Вот дело в том, что, допустим, у нас есть некоторый сигнал. Сигналы в простейшем своем понимании есть некое различие. Как бы вот здесь ноль, а здесь единица. То есть сначала не было ничего, допустим, ток. Ток равно нулю. Потом раз, ток равно, условно говоря, единице. Какое-то значение реальное. Потом опять раз и опять на ноль. Вот такой сигнал. То есть сигнал, сигналом является вот это различие. Различие между вот этим. Вот это различие является, собственно, сигналом. Ноль единиц. Вот сигнал, минимальный бит сигнала является различием. И нам не важно, какой природой это различие. Является ли это природой материальной, или является это природой, не знаю, там, допустим, мышление это различие соблюдено. Где-то еще там возникает. Ну, в материальной природе тоже может быть разные природы. Она может быть природой механической, она может быть природой электрической. Разной природы. Но тем не менее, что в процессе передачи сигнала нам совершенно не важен способ передачи. Способ передачи, если мы сохраняем саморазличие. Способ передачи не важен. Не важен, передаем мы, каким мы способом передаем. И как он даже здесь воспринимается. Воспринимается ли он здесь в виде какого-то изображения, там, рисуются какие-то графики или что рисуется. Сам способ никак не теряет этот сигнал, да, он, этот же сигнал в другой форме. Вот здесь у нас, допустим, материальная некая форма была. А здесь, допустим, ну, тоже материальная, только в приборе, допустим, да, вот в приборе, там, на осциллоге. Мы, опять же, видим вот это различие, да, наше 0.1. Ну, допустим, мы можем, если различий много, каждый сигнал, ну, допустим, некая последовательность сигнала возникает. Или там некая картинка в виде сигнала, да, вот она отображается в приборе. Ну, или, например, если брать уже организм, да, вот организм, он наблюдает некие различия, которые вовне существуют, да, и эти различия вовне точно так же передаются в различия, которые внутри существуют у него, да, как способ восприятия. Так вот, в этом способе передачи нет никакой потери, что сигнал транслирует различия. И вот этот, и поэтому, когда я говорю о том, что схема, если схема различий, и она, и то эта схема наложена на, как пространство, некое пространство различия, она наложена на пространство точек, и, собственно, она и есть способ, каким мы улавливаем сигнал. У нас на входе есть пространство точек бесконечных, и мы из этого пространства точек сознание выхватывает только некое вот конечное многообразие, да, причем это конечное многообразие выхватывается в виде пространства различий, да, пространства конечных отношений. Почему? Ну, потому что мы не можем всю бесконечность как бы осознавать, да, мы, естественно, осознаем то, что важно, да, вот с нашей человеческой точки зрения. Что, что важно для познавания или важно для нашей жизни, вот это всегда некое конечное количество отношений, да, мы всегда берем все, мы всегда упрощаем, да, как говорят в познании, мы всегда берем всякую бесконечность, используем некому конечному многообразию. Вот это вот конечное многообразие, взятое именно с позиции пространства различий, и есть, собственно, сознание, да, вот оно, сознание, вот оно, пространство, вот это и есть сознание. Ну, кажется странным, да, что вот я сознание уловил, а я говорил о том, что сознание является некой деятельностью. Вот здесь возникает следующая проблема. Дело в том, что когда мы говорим о сознании, она является нашим предметом. И, естественно, когда она является нашим предметом, да, вот я вот здесь, как познающий, смотрю на доску и рассуждаю о сознании, я, естественно, беру его как предмет. Я не могу и дальше к нему подойти, я не могу действие сознания, как оно существует в действительности, ухватить. Я не могу предъявить его в виде деятельности, я должен его как-то фиксировать. И поэтому, когда я говорю схема, не надо понимать эту схему в виде какого-то предмета, да, как будто вот между нами стоит как-то и пространство восприятия, да, когда стоит некий предмет, да, вот как стекло, да, и мы через это стекло, типа, смотрим. Конечно, можно брать такую аналогию, но на самом деле пространство сознания является именно деятельностью. Вот эта вот схема, она является деятельностью. И этой деятельностью мы научаемся в течение всей жизни. Ну, прежде всего, у нас, конечно, видимо, у нас есть биологическая предрасположенность брать в какое-то, именно какие-то конечные многообразия, да, но это связано как-то с тем, что для нас, для биологического вида важно. Ну, есть, видимо, градация степеней, не степеней, а ступени, да, взять ее реальности, многообразной реальности в виде конечных отношений, да, эти ступени связаны там с биологическим нашим, социальной жизнью, да, там, с индивидуальной жизнью, да. Понятно, что отдельные люди, как бы, могут эту схему каким-то образом изменять, да, могут они ее делать, как я говорил раньше, что схема различается не тем, что истинная или ложная, а они различаются разрешающей способностью, да, вот. Вот, я рассуждал о парадигмах, да, и говорил о том, что вот есть некие парадигмы, в которых существует человечество, да, ну, парадигмы не только касаются, там, научных достижений, а парадигмы просто, в принципе, как вот некие способы каким-то человечеством относятся к миру. Эти парадигмы воспитываются и транслируются из поколения в поколение, потому что они представляют собой нечто, что оправдало, в практическом опыте явилось тем, что вот люди могут выживать, да, в существующих условиях. Так вот, важно что? Важно то, что схема, она на самом деле ничего не теряет. Конечно, пространство-точек бесконечно, но схема берет это пространство-точек вот в каком-то вот важном развлечении. И что еще важно? И важно то, что эта схема не является, вот, как я говорил, посредником, а она как бы вот сетка такая, да, вот. Есть реальное пространство, и прямо же, я же ведь только расслоил это, вот есть реальное пространство, пространство-точек, и прямо в этом пространстве существует пространство отношений. Мы как бы видим, мы так думаем, что видим, да, мы как бы видим отношения, на самом деле мы их не видим, мы их сознаем. Вот отношения, которые здесь есть, они сознаются или мыслятся. Просто мышление есть следующая стадия. Вот есть, у нас движение происходит следующая стадия, вот есть восприятие, восприятие удерживает все пространство-точек. Далее на восприятие накладывается сознание, и далее уже действует, как я показывал, когда мы обсуждали понимание, что поскольку схема есть нечто посредствующее между мышлением и данностью, да, далее возникает мышление. И, собственно, мышление уже берет эти отношения как некие смыслы. Схема, она не является схемой понятий. Это вот та самая схема, вот как кантовской философии. Мы когда-то рассуждали о кантовской философии. Я говорил о том, что у канта для того, чтобы связать созерцание... Опять возвращаемся к канту, да, чтобы связать созерцаемое и понятие категории, необходимым был какой-то посредник. Этим посредником выступала трансцендентальная схема. Трансцендентальная схема со стороны своей предметности, а со стороны своей деятельности, он называл эту схему как способность... со способностью суждения. На самом деле, говорить о трансцендентальной схеме способности суждения, как я показал, это на самом деле одно и то же. То есть, трансцендентальная схема способности суждения, это и есть одно и то же. Просто схема есть... Это способность суждения, взятая в виде предмета, а сама способность суждения, ну, естественно, представляет собой некую деятельность. Да, и вот, собственно, схема трансцендентальной суждения, это одно и то же. И вот Кант как рассуждал здесь? Он говорил о том, чтобы созерцание и понятие, чтобы понятие, как сетку понятия можно было наложить на созерцаемое, необходимо некое общее основание. И вот этим общим основанием является схема. С помощью схемы, можно говорить, либо созерцание втягиваемое в понятие, либо понятие накладываемое в созерцание. Совершенно не важно. Важно то, что это общее поле. И вот этим общим полем является сознание. Точно так же и здесь. Сознание является общим полем. Само мышление не может непосредственно соотноситься с восприятием. То, что восприятие – это чувственный предмет, чувственный предмет – это предмет другой природы, а мышление – это смысл. Смысл и мысли. Мы говорили о том, что каждой способностью соответствует свой предмет. Восприятию и созерцанию соответствуют чувственные предметы, потому что способности и чувства направлены именно на это. А мышление направлено на смыслы. Каждой способностью соответствует свой предмет. Это разные способности. И данность этих способностей мы не можем никак соотнести. И вот способ их соотнесения является сознание. Иначе говоря, здесь надо было вырисовать так, что в сознании, вот это вот сознание, и сознание является общим полем. Поле предметности соотносится с полем смыслов. И вот между ними возникает соотношение. И это соотношение является тем, что мы называем знанием. И то, что Кант называл знанием. Знанием же... Кант говорил о том, что опыт становится знанием, когда он не только является опытом созерцаемым, но также еще когда понятие с помощью трансценной схемы наложено на созерцание. Вот в чем состоит, собственно, гипотеза, о которой мы будем говорить. То есть, иначе говоря, еще раз я попытаюсь ее артикулировать более четко. Более четкая артикуляция состоит в следующем, что восприятие дает данность, то есть дает, является данностью. Точнее, является способом, способом данности, да? А сознание актуализирует. Вот новое слово. Оно не дает, оно только актуализирует данность. Оно актуализирует данность. В чем тут разница состоит? Разница состоит в том, что сознание не берет всю данность, как оно есть. Оно и не может его осознать. Оно просто в бесконечном количестве. Это можно... В нашем опыте это выглядит следующим образом. Мы рассматриваем весь мир, да, который нам представлен, в виде некоторых вот конкретных сущностей, да? Тут, если говорить точно, тут надо было бы еще говорить об обратном движении, потому что, когда вот мы уходим сюда в мышление, да? Тут где-то мышление находится. Мы же потом из мышления накладываем еще сетку мышления. То есть, на самом деле, здесь тройственное расслойное пространство. Здесь еще один уровень есть, да? Уровень смыслов. И все это как бы вот так вот склопнуто. Да, вот это все расслойно. Вот так вот. То есть, все эти три пространства наложены друг на друга. И различить их удается только с помощью того, что мы сейчас указываем просто доступ. Мы указываем некий смысл, благодаря которому они различимы. Восприятие это как пространство точек. Причем, когда я говорю пространство точек, надо понимать это как метафора, да? Просто это хорошая метафора о том, чтобы об этом говорить. Восприятие является пространством точек, да? Сознание направлено на пространство отношений. Пространство смыслов составляет мышление. Причем оно является пространством смыслов. Мы потом уже будем это объяснять. Почему? Потому что мышление существует также в сознании. А сознание, сознание, оно является общим полем. Общим полем для восприятия мышления. Причем, Это означает, что сознание восприятие, когда сознание направлено на восприятие, оно вот развертывается как пространство в буквальном смысле, потому что тут работают схемы, и схемы пространственные в буквальном смысле. А когда сознание направлено на мышление, то эта пространственность представляет собой внимание. у нас тут возникает такая вещь как внимание то есть иначе говоря мы можем выделить сознание две составляющие первая составляющая это ее пространственность и это про это пространство связано с пассивностью да и вторая составляющая это внимание она связана с активностью то есть сознание является общим полем для восприятия мышления восприятие она выступает как пассивность и внимание тоже там присутствует но она там как бы скрадено да мы постоянно у нас есть в поле нашего видения есть некий фокус да вот здесь фокус а остальное как будто периферии не фокусе мы в эту периферию можем перевести взгляд любой момент да и как бы фокус и периферия вот так вот он как бы движется относительно то есть мы его мы этим мы управляем этим но никто спросить это различие внимания в активность внимания в пространстве восприятия она скрадена а вот как раз когда мы переходим в мышление то это сознание там теряет свою характеристику пространственность который связан с пространством буквально смысле так схема и расчетом превращается в схему другую да которые удерживаются в мышлении то есть мышление тоже есть некая схема эта схема удерживается каким образом она удерживается вниманием то есть мышление может двигаться только в том случае если удержана некоторая схема вот допустим я сейчас делаю некий доклад как бы и у меня есть некая последовательность которую я высказываю и я не могу сказать только в том случае если я понимаю что же я хочу сказать о чем состоит схема моего рассуждения сюжетскийт общая картина когда творче партина она не удерживается смысле совета расстанции акции она с одной стороны буквально смеси может развиваемkre пространство другой стороны она бушли не представляет собой некую связь эту некую связь смысла то есть она вот два сторона вот эта схема наложено и здесь представляется вопрос о том, что мы видим восприятие отношений, а если мы ее как бы отцепляем и соединяем со смыслами, то вся реальность для нас представляет собой вот эта схема. И, собственно, когда мы рассуждаем, мы движемся вот в этих схемах. Мы же не движемся, мы же не сами предметы перемещаем, а мы перемещаем некие операнты. Вот эти вот отношения, это и есть уже операнты, ими можно оперировать, потому что это чисто отношения, и в отношения берутся вот конкретно вот это отношение, или весь объект, взятый как структуру отношений. Он берется, обозначается каким-то словом или каким-то индексом, каким-то символом, и оперируется в пространстве смысла. Так вот, когда я говорила о сознании, о различении восприятия сознания, то ведь в чем тут получается? В восприятии существуют бесконечные, ну бесконечные в своей потенциальности данности, а восприятие о мышлении, она конечная, ну как вы понимаете, как конечность обозначить. Давайте будем как вот восьмерку обозначать, типа восьмерка конечная, а вот так и вот, а это бесконечная. То сознание, здесь имеется некая конечная данность. Это первое различие. То есть различие между пространством точек и пространством отношений. Это со стороны, ну можно выписать некие характеристики, первые характеристики, связанные с тем, что пространство спереди бесконечное сознание, пространство сознания конечное. Конечное оно потому, что тут пространство отношений, а тут пространство точек. Это, конечно, потому что здесь схема, и она представляет не просто какой-то посредник, а является на самом деле деятельностью. А восприятие тоже, может быть, является деятельностью, но нам не данной. Это деятельность некая, которая вот уже есть. Для нас всегда эта деятельность представляет собой нечто первичное. Мы воспринимаем как нашу деятельность, только как деятельность сознания, а не деятельность восприятия. И различие состоит в том, что восприятие именно дает, является первичной данностью, к чему мы имеем доступ. Да, сознание, на самом деле, актуализирует ДНС. Как это надо понимать? Вот здесь возникает наш разговор о том, что вне сознания ничего нет. Вот этот классический тезис. И надо теперь тезис расшифровать. Ну, у Гегеля этот тезис звучит следующим образом. Что все, что есть, дано для некоторого сознания. Есть для некоторого сознания. Причем это сознание может быть сознанием конечным или сознанием абсолютным. В любом случае, вот эта схема субъекта-объекта всегда должна быть выдержана. Всегда объект только тогда существует, когда есть субъект, который его свидетельствует. Без свидетеля объекта нет. Нельзя предполагать некий объект, к которому нет никакого доступа. Вот если существует какой-то... Ну, так, это я сейчас делаю гипотезу, да, объект какой-то там, ну, допустим. Объект гипотетический, да, и вот к нему нет никакого доступа. Тут довольно-таки просто ясно для нас просто нет. Причем здесь вот только я опять не произношу важные слова. Дело в том, что здесь вот есть такое тонкое различие, которое надо усмотреть. Это тонкое различие складывается из двух моментов. Первый момент состоит в том, и здесь мы вступаем к философии Лейбницы, что есть некое различие между перцепциями и оперцепциями. Ну, это термины самого Лейбница. Дело в том, что перцепциями он называл всю совокупность данного нам восприятия, да, всю совокупность возможной данности. А перцепциями, значит, звал ту часть этой данности, которая является, как я говорил, актуализированной, то есть, которая сознается. Это сознаваемая часть. Сознаваемая часть – это перцепция. Значит, говоря, оперцепция – это сознавание и перцепция. И получается, что если брать, рисовать это в виде ложных кругов, то получается, что оперцепция, ну, это вот сюда. То есть, перцепция – это вот, допустим, такой круг, а оперцепция – это только часть этого круга. Иначе говоря, в нашем опыте всегда есть перцепции, да, которые не сознаются, которые как бы присутствуют, но не сознаются. Иначе говоря, то, что дано сознанию, оно всегда меньше, чем то, что нам дано вообще. И это как раз указывает на эту картинку, да, то, что вот есть некое бесконечное пространство точек, и дано нам только пространство различное, да, в сознании, и оно конечное. То есть, как вот здесь, да, то есть оперцепциями является только часть возможных перцепций. Причем перцепциями называется, ну, вот у Лебенеца это относилось к отдельному субъекту, да, к единичному, а на самом деле вот есть некая общая сфера возможной данности. Вот предположим, что существует, ну, так рассуждали, прежде всего, в классической философии так рассуждали, что можно предположить, что существует сфера возможного опыта. Сфера любого возможного опыта. И эта сфера возможного опыта, конечно же, не может быть сразу дана. Она не может быть актуализирована. Но она может актуализирована в любой момент. То есть, иначе говоря, где-то там, на каких-то дальних планетах, там, нету никаких людей, да, и никто не знает, что там такое находится. Но в некотором смысле, если мы понимаем, что если человек там появится, то он как бы актуализирует некую данность, и в этой данности будет находиться. Но эта данность никому сейчас не дана. Поэтому надо различать субъективную данность единичному субъекту и сферу возможного опыта. И когда вот мы говорим о том, что вне сознания ничего нет, мы, естественно, имеем в виду сферу возможного опыта. То есть, за сферой возможного опыта ничего нет. Вот тут ничего нет. А тут стороннего нет. То есть, все находится в сфере возможного опыта. Наша перцепция составляет часть, потому что наша пространственная данность всегда ограничена той сферой, которая вокруг меня сейчас находится. У каждого субъекта существует такая сфера. А перцепция, то есть сознаваемая перцепция, еще меньше. Вот это вот, собственно, перцепция. То есть, собственно, картина выглядит следующим образом. Вот это вот перцепции. Они могут перемещаться внутри этой сферы возможного опыта. Вот это перцепции, они в каком-то смысле даны как фон. Некий есть фон. Всегда есть некий фокус, как я говорю, фокус. Этот фокус связан с вниманием. Вот внимание мы говорим всегда. Мы говорим, что можно сосредоточить внимание или наоборот рассеять внимание. То есть внимание, оно такое, некая интенсивность. Интенсивность, и поэтому она является тоже пространством. Она не является способностью, каким является, допустим, мышление, восприятие. Она является именно интенсивностью. То есть она является чем-то пространством, поэтому я внимание отношу к сознанию. Я потом это поясню подробнее. Да, вот есть некий фокус. И вот этот фокус, вот этот фокус и есть, который я рисую. Этот фокус движется в некотором пространстве перцепции, которые вот непосредственно даны. И перцепция представляет собой фон. Вот это вот все представляет собой все фон. То есть есть фокус, есть фон. Это фон. То есть перцепция – это фон. И есть, собственно, поле опыта, возможного опыта. Куда? Или сфера возможного опыта. Где я могу двигаться, перцепции мои могут как бы перевещаться. Но они могут выйти туда, куда, в принципе, что не составляет возможного опыта. Причем, когда классическая фокус рисует эту сферу возможного опыта, она имеет в дуле всех субъектов, каких только есть. То есть она, в принципе, ограничивает. Но она вообще рассуждает о знании, поэтому она не рассматривает субъекты как частные, единичные субъекты. Она рассматривает всеобщий субъект. А всеобщий субъект, я говорю сейчас всеобщий субъект, потому что он один. А всеобщий субъект, он есть такой субъект, для которого существует именно эта сфера возможного опыта. Вот она одна и все. Далее он за нее выйти не может. А если мы переходим к разговору о единичных субъектах, о единичных сознаниях, то тогда эта сфера, конечно, для каждого сознания единична. Она может быть разной. Для кого-то она больше, для кого-то меньше. Это просто несущественно с точки зрения самой постановки вопроса. Но требует некого пояснения. И поэтому, когда мы говорим, что вне сознания ничего нет, мы имеем в виду, и надо всегда иметь в виду, именно вот эту постановку вопроса. Что вне сферы возможного опыта, ничего нет. Нет никакого опыта в стороне. Вот теперь в рамках этой гипотезы давайте обсудим наши проблемы, связанные с тем, как надо понимать активность сознания, как надо понимать его пассивность. И также вопросы, связанные с Я, и связанные с восприятием мышления. Ну, частично как бы здесь уже из-за этой схемы того, что в сознании, что пространство, которое мы видим, еще раз говорю, мы же как бы рассматриваем вопросы феноменологические. То есть мы, вот сам наш подход, он вот отсюда идет. Вот это наш подход. Мы как бы идем со стороны мышления. Да, вот мы со стороны мышления, это и есть феноменологический подход. Мы изнутри смотрим на пространство, ну, и понимаем, что оно должно быть расслоено. И мы его расслаиваем, вот на три таких пространства, да. Ну, я давно уже говорил о том, что пространство смысла прословено. Помните, я раньше рисовал, что когда мы смотрим на мир, он для нас представляет вот такой собой слоеный, слоеный пирог. Вот здесь это с мыслой, смыслой. А здесь как бы вот знаки там или там вещи. Ну, вообще как бы вот материальность. Да. И язык точно так же. Язык точно так же был расслоен, да, на два. Это вот мир. А это смысл. Потому что я говорил о том, что внутри вот этих знаков есть некие отношения, и вот эти отношения выражаются в виде смысла. И сюда направлено восприятие, а сюда направлено мышление. Ну, собственно, две способности работают. тем способом, что вот они видят мир, да, и мир как бы вот расслабивается в соответствии с тем, что каждая способность соответствует свой предмет, да. Но мир, конечно же, сам в сапсице представит некое единство, но тем не менее для нас он расслабивается согласно каждой способности. Точно так же и язык у нас. Почему язык как бы является предельным способом фиксации данности, фиксации мира? Потому что он точно так же расслабивается знаки, а здесь как бы смысл, да. И точно так же, что мы знаки удерживаем, ну, знаки мы удерживаем, правда, не обязательно с помощью восприятия. Знаки можем удерживать, ну, какую-то другую способность, речевую, да, допустим, речевой способность. Ну, или так, с помощью письма. А смысл мы удерживаем мышление. Ну, то есть, вот есть некое удержание, удержание в речи, а здесь вот есть и мышление. Почему речь является для нас такой важной? Потому что речь является в некотором смысле способностью, которая позволяет нам вот эту способность восприятия заменить, да. Способность восприятия чем плоха? С точки зрения оперирования, с точки зрения познания, она с помощью восприятия, мы не можем самими предметами оперировать, да. Вот мышление, которое оперирует своими предметами, как это делают дети, да, они мыслят тем способом, что сами предметы передвигают. Или как это делают, ну, это опять же, гипотеза, предположение, как это делают животные. Они мыслят непосредственно в самой реальности. То есть, они, гипарк гонится за своей добычей, да, и вот он как бы, когда за ней гонится, как бы, он осуществляет некое мышление, да. Вот он мыслит самими предметами, да, он схватывает добычу, И эта добыча становится добычей. Он ее поедает, то есть он превращает некие объекты, живые объекты, в пищу. То есть он мыслит действиями, самой реальностью. Но мы мысли по-другому. Мы переводим, чтобы не мыслить вещами, мы переводим в знаки. И уже в знаках мы можем мыслить безотносительно вещей. Это создает нам возможность свободы. Это мы переводим. Так вот, когда я говорил о том, что мир и язык, это был язык, представляют такие его с собой расслоенные, то тогда я не думал о том, что на самом деле расслоение это еще и более слоенное. Расслоение, как видите, теперь оно тройственное. Вот и вся наша тема посвящена этому. То есть на самом деле надо было бы вот здесь еще втиснуть один слой, который называется сознанием. Я даже не знаю, как это надо рисовать, потому что дело в том, что вот различие вот здесь, оно на самом деле настолько тонкое, что для того, чтобы его эксплицировать, пока у меня есть только следующий термин, что здесь пространство точки, здесь пространство отношений, здесь бесконечное многообразие, а здесь многообразие конечное. И сознание, оно не полностью равно восприятию. Иначе, если бы вот эти два пространства были полностью равны, тогда получалось бы непонятно, какое содержание берется. Я уже вот эту проблему ставил. А содержание, оно берется из восприятия, потому что в сознании оно только конечное. Вот оно берет это конечное многообразие. И поэтому содержание есть, откуда взяться, оно просто берется из пространства точек. Да, и как бы теперь перешел к объяснению тех проблем, которые у нас были. Понимаете, у нас была проблема, связанная с тем, как что вот у нас была двоица, да, и это... И чем эта двоица была плоха? С одной стороны, она либо... Вот была двойственность, да... Чем эта двойственность была плоха? Почему мы хотим от нее отказаться? Вот она приводила либо к тому, что если эта двойственность редуцировалась тем способом... Вот, допустим, двойственность, это один и два. Пусть один и два, это двойственность, да, вот двойственность один и два. Вот если мы эту двойственность, один равняется двум, да, если вот два это сознание, да, а один это восприятие. Если два равно двум, если все, что воспринимается, равно все, что осознается, то тогда непонятно, откуда брало содержание, откуда содержание. Потому что сознание, еще раз говорю, мир не творит Сознание мир не творит Оно в некотором отношении То есть содержание мира Входит в сознание К слову, извне, плохое Оно указывает на то, что есть некая внешность Оно входит в сознание Это раз А вторая проблема состояла в том, что если Один не равно два На вот это сознание, это восприятие То тогда получалось, что нужно предположить Некие вещи в себе В себе вещи сами по себе И вот решив Как можно было решить эти две проблемы Вот это вот как Как их можно было решить? Только тем способом, что сделать Вот эти, взять эти два Соотношения сразу То есть на самом деле получается у нас Что сознание и равно, и не равно Восприятию В каком отношении? Сознание равно восприятию в том смысле Что сознание может все, что существует В пространстве и точек Взять в виде пространства отношений Сознание сколько угодно может Вот здесь есть некая однородность Между тем, что сознание ведь схема на самом деле То есть она как бы вот Сетка, через сквозь которую мы видим Вот если вот представить себе Забор такой сетчатый Мы смотрим сквозь этот забор Мы же видим то, что находится по ту сторону Потому что, то есть сетка на самом деле Она только структурирует то, что находится По ту сторону этой сетки Структурирует то, в смысле, что вот она Ну и сетка-то, этот пример тоже на ней очень удачный Потому что я говорил о том, что когда я говорю схемы На самом деле надо подразумевать деятельность И просто мы рисуем схему только потому, что Мы являемся исследователями И нам нужно взять этот последующий элемент В виде сознания В виде некого объекта Как иначе рассказывать, как иначе об этом думать В самом деле это деятельность Да, и схема эта является деятельной схемой И сознание, оно находится, как бы работает внутри Вот этого пространства точек И выделяет между точками различные отношения Пространство точек является однородным пространством Поэтому вот если там есть какие-то объекты То они тоже являются, каждый объект тоже пространство точек Но поскольку все является точками То пространство полностью однородно То есть точки внутри материального объекта точки как в виде воздуха, это совершенно не важно, все это точки. Пространство, оно какое-то там, да, конечно, там многообразное, это такое многообразие конфигурационное, но тем не менее, поскольку оно пространство точки, это просто однородное некое пространство точек. Однородность в смысле того, что все там, все сводится к точкам. Так вот, сознание равняется восприятию, ну, восприятие, да, то, что я рисую, здесь двойственница, оно связано с тем, как сознание относится с восприятием. Сознание равно восприятию, в том смысле, что сознание может ухватить любой сегмент, может взять пространство точек в любой его частности, выставить какие угодно отношения между этими точками, да, то есть сознание доступно, мы говорим о том, что оно доступно. То есть, конечно, пространство сознания, оно является конечным, но меньше, чем пространство восприятия, но тем не менее оно может взять различные схемы могут быть разные. Есть некие общие схемы биологические, а есть более-более высокие схемы. Например, схемы художника или схема ученого, схема какой-нибудь религиозного деятеля. У них у всех разные схемы, они все видят в мир по-разному. И в этом смысле сознание с восприятием равно восприятию. Но оно не равно в том смысле, что восприятие всегда будет больше сознания, больше того, что сознается. Всегда будет больше. Вот это правило выдерживается. Это как раз то, что мы говорили, ремис. Всегда перцепций будет больше от перцепций. Никогда так не получится, что перцепции исчерпаются. В этом состоит некая неисчерпаемость мира, что перцепций их бесконечное количество, а перцепции только конечные. И то, что доступно науке, вот это новое лежит на уровне перцепции. Причем здесь есть даже такая граница, которую мы назвали бессознательной. То есть есть некая граница, которая в принципе никогда не будет доступна нам. То есть мы понимаем, что этим образом существуют бессознательные. Бессознательные существуют не тем способом, что оно существует в виде перцепций. Бессознательные существуют в виде следов. Есть в нашем опыте некие следы. Следы, или мы называли их симптомы. Вот есть следы и симптомы, поскольку следы и симптомы есть, значит то, что указывает на некие феномены по ту сторону, являющиеся их основанием, являющиеся их причиной. Вот это указание на феномены, это один из способов указания, в том числе и на бессознательное. Мы как бы говорили о том, что есть некие следы и симптомы того, что в нашем поведении проявляется бессознательность. И поэтому самое главное здесь состоит в том, что данное соосприятие всегда будет больше того, что может быть особенно. И поэтому в содержании просто, мы понятны теперь откуда берется содержание, поскольку такого равенства нет. Содержание просто берется из восприятия. Но в то же время мы как бы лишаемся этой двойственности, потому что у нас есть также и то же, состоящее в том, что сознание всегда любой сегмент, может взять любой сегмент восприятия и наложить на него схему. Любой. То есть сознание, вот здесь вот нету как бы противоположность, ну как сетку, вот сетку можно между любимыми точками взять отношения. То есть нету здесь про это, вот здесь нету перехода какого-то скачка. Да, я говорил, когда показывал, говорил про сигнал, да, что сигнал на самом деле передается адекватно. Почему? Ну какой бы ни был канал связи, да, что вот это различие, оно передается адекватно. Ну так устроено вообще в свете, да, как бы вот здесь материальное нечто, да, здесь как бы вот некие импульсы нервные. Но на самом деле и здесь, и здесь различие. Можно было бы это рисовать в нулях и единицах, там, неважно, что брать за основу, да. В любом случае различие всегда передается точно. То есть различие, оно, когда мы говорим о различии, речь не идет об истине, да, речь идет только о разрешающей способности, либо количественной характеристике. Вот здесь вот я говорю бесконечность, почему? Потому что разрешающей способности здесь нет. Вот нельзя ли нарисовать еще одну здесь вот какую-то такую лист, да, и как будто бы восприятие уже что-то выхватывает, уже и само, это не расчлененная реальность. Такое, конечно, можно рисовать, но оно просто с позиции феноменологии недоступно никак. То есть мы можем с позиции, там, с позиции натур-философии, да, какой-то внешней позиции рассуждать о какой-то реальности, которая еще больше богаче, если, может, если говорить, что здесь, допустим, бесконечность счетная, там, там, а здесь говорит о бесконечности непрерывная. Ну, какой-то, ну, неважно, важно, важно, можно было бы устанавливать различие и говорить о том, что восприятие берет вот эту реальность еще, как-то в каких-то вот различиях. Но это просто бессмысленно, с позиции феноменологии такого нет. Вот у нас все, что дано, последнее данность, это восприятие. Если там, что есть за восприятием, это по ту сторону, есть ли какая-то нерасчленная реальность, это бессмысленно об этом рассуждать. Вообще этот вопрос как бы снимается, и этот вопрос вообще никак не отвечается, да. Говорится о том, что вот есть восприятие, это все, что есть, последняя данность. Это восприятие, оно как-то конкуренционно выглядит, как пространство точек. И сознание, оно работает именно с этим, с пространством, которое дано восприятие. Как уж это пространство сформировалось, как оно существует, это уже просто не является философским вопросом. Не является, ну, вопросом может быть психологии, биологии и так далее. Ну и, наконец, нам теперь важно еще выяснить вопрос, связанный с субъектом. Дело в том, что если с той стороны, вот у нас тут есть наше субъект-объектное расслоение, да? Субъект-объектное отношение. Вот здесь у нас субъект-объектное отношение. Если вот здесь произошло расслоение, да? Теперь у нас три. То есть, тем самым должно произойти расслоение и здесь. Да, потому что... Ну, по принципу, каждый способен соответствовать свой предмет, да? И каждому объекту, который здесь присутствует, должно соответствовать соответствующее поле здесь. То есть, здесь есть взаимосоответствие между субъектами, да, и объектами. И вот возникает вопрос, кому дано восприятие? Кому дано? Ну, это вопрос был связан с этим, когда я в первом начале возил проблему. Дело в том, что я уже говорил о том, что мы не можем говорить о том, что данность дана я. Вот у нас было и наше я. Что вот этому я, данность, мы говорить не можем, потому что я является только психологическим. Субъектом. То есть, не субъектом онтологии. Субъектом, а субъектом, который мы переживаем. Вот он, я, есть я переживающий. Я переживающий. В свое время мы говорили об опыте переживания бытия, опыте переживания времени. Или говорили о таком опыте, как внутреннее сознание времени. И в любом случае мы указывали на некоторые опыты. И вот на самом деле тот опыт, на который мы указывали, о котором мы говорили, как субъектив проживания, да, или субъектив переживания, Это вот есть я. Этот опыт на самом деле не является простым. Этот опыт является чем-то расчлененным. Я уже рисовал схему того, как выглядит я. Вот есть сознание, которое во времени стоит. Сознание стоит во времени. А есть я, который с одной стороны стоит во времени вместе с сознанием, а с другой стороны движется. Движется не оно само, а поскольку сознание стоит, то нечто в нас движется. И я находится между двумя этими полюсами. Между полюсом, который стоит во времени, и полюсом, который движется во времени. Как движется? Движется в том смысле, что все, что не стоит во времени, все движется, относительно движется. Это представляет собой я. Так вот это я является только переживающим, оно является психологическим. Ну вот у меня есть такая гипотеза, что это я, на самом деле, вот та часть сознания, которую мы называем вниманием, это и есть вот эта вот часть я. Внимание. То есть то, что мы называем вниманием, оно как раз связано с я. То есть вот часть сознания, в котором участвует я, оно на самом деле есть внимание. Но внимание не является всем сознанием. Вот у нас есть сознание, да, сфера сознания, или сфера различий. А внимание является только вот маленькая сфера фокуса, да? Вот это фокус. Вот этот фокус, он является на самом деле фокусом я, да? И отсюда возникает активность. Вот я как раз... Мы когда перемещаем этот фокус, мы и представляем собой некую активность. Вот здесь проявляемая активность, воля, то, что явление воли проявляется, да? А на самом деле сознание, оно... Вот этот фокус и вот эта вот периферия, они должны быть однородны, чтобы фокус мог перемещаться, да? Поэтому сознание, блядь, всегда чем-то больше, чем только фокус. В фокусе присутствует интенсивное сознание, да? Вот есть некое интенсивное сознание, а есть интенсивное сознание. А есть... И в этом смысле сознание активно, да? А есть некое сознание в виде как вот пространства развернутого, да? И оно как бы пассивное. Вот тут интенсивное сознание активное, а вот тут периферия пассивное сознание. Здесь наблюдается такое... Похоже на то различие, которое между перцепциями и апперцепциями, да? Но на самом деле... Ну, надо подумать о том, как они различаются, да? Тут я как-то что-то затруднился. Надо ли говорить о том, что я, как бы, гипотезу попытаюсь ввести, что я является... Собственно, на что опирается я в сознании именно на внимание, да? Как связаны различия перцепции и апперцепции, как связаны различия фокуса сознания и периферии. Надо подумать, как бы, я пока этот вопрос не буду сейчас обсуждать, потому что я просто... Ну, не готов сразу придумывать, да, на ходу. Надо подумать, тут как бы проблема какая-то есть. Ладно, это мы оставляем. Это мы оставляем и переходим к заключительной части, да, когда я говорил о том, что субъект как-то тоже расслаивается. Как он расслаивается? Да, я говорил о том, что вот есть психологический. Нет, там не только в том смысле расслаивается, что есть психологический субъект, есть метафизический субъект, да? Хотя это тоже важно. Ну, давайте сначала действительно введем термин. Вот есть психологический субъект, да, психологический субъект. Это наше я. Переживающее. А вот есть как бы метафизический субъект. И метафизическим субъектом некому быть, кроме как сознания. Ну, мы это уже обсуждали. На самом деле, эти метафизическими субъектами является сознание. Но тогда возникает проблема... Помните, я говорил о том, каким образом сознание дано самому себе? Потому что оно и есть метафизический субъект, да, вот оно, оно есть нечто, что дано самому себе. Каким образом? Оно дано тем способом, что часть дано целому. Да, вот сознание является одновременно и активным, и пассивным. Оно является и пространством, как бы и пространством активным, да, активным. Вот оно как бы дано самому себе. Почему мы знаем о том, что есть сознание? Потому что мы знаем о своей активности, да, и мы знаем, что эта активность находится внутри некой вот, некой возможности. Вот это вот пространство сознания. Вот есть некая возможность, да, вот пространство различия. И мы пробегаем это пространство различия с помощью некой активности нашей. То, что я называл вниманием. Вот мы, и это может бегать по всему полю пространства сознания, а все пространство сознания представляет собой, как я говорил, уже все пространство возможного опыта. Ну, причем со стороны восприятия здесь надо еще рассказать, что как раз бессознательное как раз находится где-то в восприятии, да, там где-то оно спрятано. Потому что все, что для нас существует, оно для нас существует только поле возможного опыта. Почему это так? Почему метафизическим субъектом является сознание? Для того, чтобы это понять, нам, на самом деле, вот в этой схеме, эта вот схема активности, да, понять, что реально, реально, ведь эта схема, вот эта вот схема, на самом деле, кантовского типа, да, ведь Кант говорит, что мы опосредуем познавание самих себя. На самом деле, ведь существует и вторая схема, когда обратное движение. Тут у нас С активный, да, а тут С пассивный, субъект пассивный. Иначе говоря, это ситуация воспринимания. Ну, воспринимание здесь сразу уже, как бы, отбрасывает нас к понятию восприятия, поэтому лучше говорить принятие, да. То есть воспринимание, конечно, здесь такой термин, может, неудачный, поэтому и принятие. То есть вот это движение, вот когда мы говорим активность, а здесь пассивность. Оно же, на самом деле, двухстороннее. Мы активно участвуем в познавании, да, то есть мы направляем свою активность на объекты, но, с другой стороны, мы также пассивно их воспринимаем, и то есть их принимаем в свое поле, мы принимаем в поле сознания. Вот субъект активный и субъект пассивный, это же разные субъекты. Тот, кто активный, я говорил об этом, это внимание, да, а тот, кто пассивный, я говорил об этом, это, кто у нас пассивный, это некое сознание пространства, пространство, да. Иначе говоря, вот эти два субъекта, это ведь разные субъекты-то. Вот это, как кому-то я говорю, что субъект здесь рассловился. Рассловился он на что? Субъект, который, схема Канта, когда он говорит об активности, она не полна. Ну, конечно, Кант неправильно, и то, что схема Канта не полна. Кант тоже ведь предполагает, что сначала субъект совершает некую активность, да, он набрасывает формы, формы чувства набрасывает на мир, получает явления, и потом эти явления воспринимает, да, то есть принимает. Активность направлена на вещи в себе, ну, это Кантовская схема, а принимает он уже явления. То есть сначала субъект, как активный субъект, он направляется на вещи в себе, преобразует их, формирует из них явления, конструирует из них явления, и потом сконструированное уже принимает, да, как бы движение такое. Но у Канта субъект один и тот же. А на самом деле, если мы исходим из методологии, что введение субъекта требует некого контекста, да, как вообще что-то вводится? Вводится через определение терминов, в которых вводится, через некий контекст, через контекст опыта, то у нас получается, что вот тот, кто активный субъект, да, вот я говорю об университетах, как субъект актов, и тот субъект, который является пассивным, который принимает, это просто разные субъекты, они вводятся по-разному. Активность направлена действительно на некие объекты, и, возможно, эти объекты в этой активности преобразуются, да, а воспринятие уже, оно берет уже эти преобразованные объекты и уже их принимает. И вот в этом различии, вот это и есть последнее, что мы добились в нашем исследовании сознания, собственно, состоит вот это все, весь текущий разговор, да, различий субъекта активности и субъекта пассивности. Собственно, вот эта вот схема, то, что схема субъекта объекта может будет рисоваться в две стороны, не только в эту сторону активности, но и в сторону пассивности, это вот это очень важно, да, вот этот момент мы пропускали постоянно, вот теперь к этому моменту мы вернулись. И я думаю, что вот как раз обсуждая вот уже такие условия, задачи, мы должны, ну и принимая те термины, которые я говорил, связанные с пространством точек и пространством отношений, да, возможно будет возникнуть некоторое новое понимание, некоторый прорыв в нашем исследовании сознания. Спасибо. Спасибо.